В свое время в институте возникла идея создания профессиональных курсов, именно профессиональных, ввиду того, что сам процесс учебы настроен на то, что человек, не имея базового образования, в течение трех триместров мог получить навыки для проектной работы. Мы гарантируем студентам, слушателям, которые приходят к нам, что в течение этого периода, независимо от предварительной подготовки, мы даем возможность слушателям получить эту профессию. Я никогда не была знакома и притронута к дизайну, тем более к дизайну интерьера. Я получила такой багаж знаний, я семимильный, просто огромный шаг сделал в своем развитии, в творческом и в профессиональном. То есть вот я сейчас могу с точностью сказать, что я могу пойти работать в этой профессии. Это результат деятельности группы педагогов и, самое главное, выверенной программы, в которой максимально применены те знания, которые необходимы в практической работе. Я действительно очень приятно удивлена тем, что я увидела несколько работ перед глазами и чувствуется, что ребята полностью отдаются этому делу. То есть это их профессиональный выбор, несмотря на то, что за плечами большой путь, который привел именно к раскрытию своего творческого потенциала в дизайне интерьеров. Полтора года и очень хорошее умение работы с пространством. То есть они видят, они ощущают, они стараются лоббировать. Есть, конечно же, кое-какие огрехи, но это нарабатывается, естественно, с опытом. Чем больше интерьеров, чем больше заказчиков, чем больше проектов, тем яснее и вкуснее будет получаться у них работы. То, что я увидела сегодня, меня очень порадовало. Уровень подготовки серьезный, профессиональный. Несколько работ я бы выделила, прям отдельно. И эти работы выполнены на высоком уровне. Для меня, как для практикующего дизайнера с уже опытом работы, вот именно две работы как раз показались очень интересными с точки зрения опыта. Я училась сегодня у девочек, и это является тем самым высоким уровнем, на мой взгляд, который достигается в стенах этого образовательного центра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова